Ежегодное послание президента — это новые цели и задачи, которые направлены на дальнейшее развитие страны. В ходе своего выступления глава государства обозначил курс, по которому в стране будут проведены различные реформы и изменения, в том числе и в сфере образования. Своим мнением об одном из главных политических событий года поделились преподаватели и студенческая молодежь. В ходе очередного послания глава государства обозначил ключевые векторы в развитии страны, среди которых сфера образования. В этом направлении принят ряд мер, позволяющих улучшить благосостояние граждан. Так, с 2020 года заработная плата учителей выросла в два раза. В рамках проекта «Комфортная школа» будет построено около 400 школ. Тот проект, который говорился о системе образования, так называемом «Комфортная школа», то в ближайшее время, благодаря тем поступлениям в спецфонд, для этой цели, будут построены школы нового типа, примерно на 800 тысяч мест. То есть, если эта программа в ближайшие 3-5 лет будет осуществима, то я думаю, что проблемы с трехсменным школьным образованием практически можно будет в Казахстане решить. Также он отметил, что это проблема, так скажем, дошкольного образования. Я отметил в том, что в дошкольном образовании не все охвачены казахстанские дети. Конечно же, хотелось бы отметить, что Кустанайская область практически всегда находится в первых рядах по решению вопроса дошкольной системы образования. В ходе послания затронуты темы, которые больше всего волнуют современную молодежь. К примеру, развитие и внедрение цифровизации. По мнению студентов, переход работы практически всех важных сфер в электронный формат улучшает качество оказания услуг, а также позволяет экономить время. Я для себя сделал основной фокус на очень важную вещь, как по мне. Это развитие именно переработки и обработки сырья, о которой сказал наш президент. Это может по-настоящему повысить экономику нашей республики, повысить экспорт и импорт, и, конечно же, предоставить экономическую свободу и экономическую стабильность. И также одним из, наверное, самых главных для молодежи вещей можно отметить, конечно же, процесс цифровизации, который сейчас ведется очень активно. И молодежи очень удобно уже работать через свои гаджеты. Представители сферы образования также волнуют и экономические реформы, среди которых транспортно-логистическая сфера. Как отметил глава государства в своем послании, развитие данной отрасли – задача стратегическая. Он поручил восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры. Новое послание также предлагает решение вопросов транспортности, инфраструктуры, логистики. Учитывая современное международное положение и то, что старые логистические транспортные инфраструктуры настоящее время не работают, то Казахстан увеличивает шансы того, чтобы стать определенным транспортным хабом для того, чтобы связывать восток и запад, север и для того, чтобы товары могли свободно и быстро, качественно быть доставлены из одной стороны в другую. По словам главы государства, образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда. Ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями, отметил президент.